Вчера американская валюта зафиксировала самый большой однодневный прирост за последние 8 лет. Это произошло на следующий день после победы Дональда Трампа, причем настолько уверенной, что на этот раз обошлось без каких-либо скандалов, сопровождавших выборы 4-летней давности. В двух словах, будущее теперь выглядит так. В Соединенных Штатах снова начнется рост инфляции, а за их пределами замедление экономического роста. В результате Федрезерв США притормозит со снижением ставок, а Европейский Центробанк наоборот ускорит этот процесс. Правда, до инаугурации 20 января свои обещания в духе Америка превыше всего, избранный президент может пока попридерживаться при себе коней. Однако рынки ждать не любят и начинают уже сейчас отрабатывать сценарий красной чистки. Такое название журналистов получила ситуация, в которой республиканцы контролируют не только Белый дом, но и обе палаты Конгресса. Учитывая, что доллар Соединенных Штатов поднялся на торговле Трампа до 4-месячных максимумов, актуальная высота – это явно еще не предел возможностей. С начала года 6-ти валютный индекс американцев вырос на 3,8%, а специалисты допускают, что доллар может укрепиться к своим конкурентам еще на 4 или даже 5%. Учитывая роль доллара как стержня мировой финансовой системы, устойчивая сила американской валюты может отразиться и на других активах. А одним из крупнейших валютных аутсайдеров красной волны, конечно, станет евро, который в эти дни показал худшую динамику с 2016 года. Правда, после тестирования области ниже критической линии 1.0700 главная валютная пара евро-доллар несколько восстановилась. Но произошло это лишь потому, что быки по доллару притихли сегодня перед заявлением американского Центробанка. Но в целом картина такова, что процентные ставки в США в перспективе могут удерживаться намного выше, чем в еврозоне и других странах. Так что главная валютная пара, похоже, просто запрограммирована на падение в будущем в пользу доллара. Все это, конечно же, не прибавляет оптимизма покупателям евро и в ближайшие дни. Так что восстановление евро в паре с долларом США, по-видимому, временное явление. Да и технические индикаторы указывают на сильный медвежий тренд по евро. Ключевой зоной сопротивления теперь выступает область в районе круглой отметки 1.08. А медвежий сценарий может отправить валюту еврозоны к минимальным значениям с начала года, к уровню 1.06.00. Промышленное производство Германии в сентябре тоже дает определенные перспективы. В Европе красная зачистка Трампа будет означать увеличение таможенных тарифов и рост протекционизма со стороны США. То есть проведение политики направленной на защиту американского рынка от конкуренции иностранных товаров и услуг. Как показывает актуальная статистика, экономика зоны евро и так пока находится в шатком положении. А далеко не дружественная позиция Соединенных Штатов может только лишь усугубить эти проблемы. Например, рост промышленного производства в Германии упал в сентябре до 2.5%. А учитывая, что ведущая экономика еврозоны очень сильно зависит от рынка США, как главного покупателя ее продукции, ситуация будет еще хуже. Так если бы этого было мало, положение дел в единой Европе усугубляется еще и развалом правящей коалиции в Германии. После длительных бюджетных споров Олаф Шольц уволил министра финансов. Это привело к распаду трехпартийной правящей коалиции и подготовило почву для проведения внеочередных выборов в Германии в начале следующего года. Согласитесь, что более неподходящее во времени для политических проблем в крупнейшей экономике Европы даже просто трудно себе представить. И пока немецкая политическая драма увеличивает риски торговли Трампа для Европы, для рынка нефти личность нового президента США стала поводом к заметному росту. Однако с точки зрения ценового графика ситуация в общем-то никак не изменилась. Котировки Brent, например, так и остались в границах от 74 до 76 долларов, в которых находилось еще до выборов США. Просто за прошедшие сутки они сместились от нижней границы диапазона к верхней. Тем не менее, вчера поступили данные, которые создают почву для дальнейшего роста нефтяных котировок. Поводом для этого стала все та же Германия, экономике которой пока удалось избежать рецессии. То есть спрос на энергоносители будет несколько выше, чем предполагалось ранее. С другой стороны, рынок нефти очень чувствителен к подаче новостей средствами массовой информации. Если сугубо политические темы начнут хоть немного отходить на второй план, то уже экономические данные позволят нефти вырваться из текущего диапазона. Например, завтра в Соединенных Штатах публикуется индекс потребительских настроений. Если индикатор, как ожидается, вырастет до 71 пункта или выше, тогда доллар получит преимущество и перед евро, и перед котировками нефти. А каким образом экономическая статистика воздействует на курсы валют, вы можете посмотреть в нашем календаре трейдера. Пока ведущие мировые экономики и валюты начинают корректировать свои позиции в ситуации Трамп 2.0, ситуация по российскому рублю, по большому счету, остается неизменной. Правда, рубль все-таки продемонстрировал резкий скачок волатильности, но сегодня продолжал таки торговаться в районе текущих значений, то есть в диапазоне 97.20 и 98.30. Дело в том, что российский рынок сильно изолирован от глобального финансового мира, так что он может игнорировать практически любые потрясения. Кроме того, российские инвесторы не слишком-то верят каким-то ожиданиям и перспективам и предпочитают исходить из фактического развития событий. А тем временем Дональд Трамп пока не делал каких-либо заявлений относительно выстраивания отношений с Россией и даже относительно возможного пересмотра санкций, так что рубль, вероятнее всего, находится в состоянии ожидания. Между тем, в паре с юанем рубль подешевел. Причем и краткосрочные, и среднесрочные тренды на ослабление российской валюты по отношению к юаню остаются в силе, так что минимумы на уровне 13.75 и 13.90 могут быть снова протестированы парой уже самое ближайшее время. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok